Итак, всем добрый-добрый день. Мы очень рады вас слышать. Мы начинаем. Первый наш спикер Олег Викторович Сарокин, наш генеральный директор компании BioQuant, ведущий разработчик Витопульса. Мы готовы. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Я рад вас приветствовать после летних каникул. Мы тоже выходим на работу и приготовили в этом новом рабочем году для вас достаточно много интересных новинок, как в плане технологических, так и в плане информационно-обучающих. Начиная с сентября мы запускаем целую серию обучающих вебинаров, часть из которых будет бесплатная, часть из которых будет платная. Они будут тематические. Вы сможете выбрать то направление, которое вам наиболее интересно, присоединяться и повышать свой уровень компетенции в разных направлениях. Эти вебинары, безусловно, будут посвящены особенностям работы с нашим аппаратно-программным комплексом, которые будут расширять ваши возможности в тех или иных областях. В отношении технических новинок сделаю небольшой экскурс и скажу, что в сентябре уже, наверное, точно, я могу это утверждать как генеральный директор, мы запускаем долгожданный модуль биополе в рамках вкладки биоэнергетики, поэтому все пользователи, которые ждали выхода этого модуля и имеют уже модуль биоэнергетики, получат это обновление бесплатно. Те же, кто еще не начал работать с модулем биоэнергетика, смогут его приобрести. Еще из новинок, неоднократно на своих лекциях, на своих семинарах, я говорил о том, что у меня есть мечта услышать звук сердца, мелодию сердца. Мы реализовали алгоритм, который позволяет музыку и вашего сердца, и сердец ваших пациентов услышать вживую. У нас появляется модуль музыкотерапии, и будет серия вебинаров психолога, музыкотерапевта на эту тему. Следите за анонсами и за новостями на нашем сайте. Возвращаясь к теме сегодняшнего вебинара, я хотел бы вам представить моего хорошего знакомого и друга, и человека, который помогает мне разрабатывать алгоритмы нового модуля. Этот модуль имеет название рефлексотерапии. Суть его будет заключаться в том, что после обследования на аппаратно-программном комплексе «Видопульс» экспертные алгоритмы программы самостоятельно сформируют для конкретного пациента акупунктурный рецепт. Ваша задача будет этот рецепт довести до ваших пациентов, если нужно распечатать картинки, которые будут в этом модуле с указанием расположения точек, ну и дополнить тот комплекс реабилитационных мероприятий, которые вы используете. Нужно ли вам быть рефлексотерапевтом? Ну, готов уже сейчас на этот вопрос ответить. Если вы, конечно, владеете этими знаниями замечательно, но если вы только начинаете, то модуль построен настолько доброжелательно, что вам не нужно быть глубоко погруженным в эту область. Экспертные алгоритмы программы все фактически сделают за вас. Вместе с этим модулем по умолчанию совместно будет использоваться наш прибор, девайс, который вы знаете, мы запустили его в продажу в прошлом году. Это VEDO Laser, поскольку рецепт исключительно нацелен на неинвазивные методы рефлексотерапии, используемые как раз вот с помощью нашего прибора. Об этом Сергей Викторович скажет. В ближайшее время вы получите информационное письмо, в котором будет анонс выхода дешевой версии домашнего прибора VEDO Pulse Online. Вы знаете, что сейчас эти домашние приборы стоят достаточно дорого, поскольку используют технологию электрокардиографии. Мы в течение года, отделы РНД, инженеры, программисты работали над тем, чтобы создать для вас более дешевое устройство. И у нас это получилось. На сегодняшний момент VEDO Pulse Oxymetr, так будет называться этот прибор, он использует пульсоксиметрические принципы анализа весовой волны. В основу рефлексотерапии мы начинаем целый цикл вебинаров, посвященных рефлексотерапии. Читать эти вебинары будет, как я уже сказал, врач-кандидат медицинских наук Сергей Викторович Косинцев. И сегодня у нас такое первое вводное занятие, которое расскажет вам о принципах рефлексотерапии концептуальных и немножко погрузит вас в основу работы нового модуля. Вы увидите скриншоты этого нового модуля. Если у вас возникают к нам вопросы в ходе вебинара, пожалуйста, пользуйтесь чатом. Нина модерирует все вопросы, мы на них ответим. Ну а я с вами прощаюсь и передаю слово Сергею Викторовичу. Приветствую всех участников вебинара. И давайте начнем мое выступление. Тема «Основа рефлексотерапии. Простое, а сложное». В первую очередь хочется представить вам такой тезис мастера Шантана Су, что необходимо научиться видеть каждый объект прежде всего с точки зрения энергии и информации. И тогда мы сможем избежать многих проблем в жизни. О чем говорит это высказывание? Что мир достаточно многогранен. И я рассматриваю, и многие люди, работающие с энергоинформационными взаимодействиями, мы рассматриваем мир не только как материальные объекты, но также как энергию и информацию. И эти три начала, они взаимосвязаны друг с другом. Энергия влияет на материю, информация влияет на энергию, и таким образом происходят определенные взаимодействия. То есть, как это можно себе представить. Вот все мы сейчас находимся на вебинаре. То есть, наши компьютеры, через которые мы все это слушаем, это материальная вещь. Но чтобы компьютер работал, в нем должна стоять определенная программа, то есть, информационная составляющая, и компьютер должен быть включен в розетку. То есть, соответственно, потреблять энергию. И то же самое можно сказать о всем, что окружает нас. Везде есть материальная составляющая, энергетическая и информационная. То есть, как микрокосмос, так и макрокосмос, то есть, наше окружение, построено по одному и тому же принципу. И у человека есть определенная структура, кроме тела. Это называется энергетическая структура. Часть этой энергетической структуры может замерять наш чудесный диагностический аппарат. И у энергетической структуры человека существует периферическая часть и центральная часть энергетической системы. К центральной части энергетической системы относятся в первую очередь энергетические центры, известные из индийской традиции, как чакры. А периферическую часть энергетической системы изучали больше в китайской традиции. Но на самом деле здесь нет никаких противоречий. И обе системы – это единое поле человека. И они взаимодействуют по определенным принципам. При разработке нового модуля рефлексотерапии мы с Олегом Викторовичем долго обсуждали моменты состыковки этих систем. Каждый делился своими знаниями. И на стыке знаний аюрведы и традиционной китайской медицины и определенных техник, которые больше используются в биоритмологических аспектах энергетики, нам удалось создать модуль, который позволяет влиять не только на периферическую часть энергетики, но и на центральную. И таким образом технически удалось совместить знания аюрведической медицины и традиционной китайской медицины. Вот рассмотрим один из вариантов совмещения энергетики человека со стороны традиционной китайской медицины и со стороны аюрведической медицины, то есть знания чакр и знания каналов. Данная схема, представленная у вас на экранах, она называется Круг Будды. Она наиболее часто используется в тибетской и японской традициях. Эта схема не универсальная, сразу скажу. Она индивидуальная, то есть она рассчитывается под каждого человека и показывает связь его каналов и меридианов через биоритмологический аспект с энергетическими центрами, то есть чакрами. В данном случае представлена схема, если бы человек родился в текущем году, то есть родился бы в текущем году лошадь. И соответственно у человека есть 12 энергетических каналов, которые равномерно распределены по всему телу. И каждый канал отвечает за определенную энергию. В китайской традиции это называется земные ветви. Они закодированы вот этими иероглифами. И соответствующий год, который в настоящий момент происходит, его энергия находится и связывается с седьмой чакрой. В данном случае идет год лошади и связанный с ним канал сердца. И вот так вот лошадный был и в текущем году. Ага. Субтитры делал DimaTorzok Продолжаем. Сейчас, надеюсь, слайды появились. Я сейчас вам их покажу. То есть, первый слайд – это взаимодействие, то есть, треугольная модель макро- и микрокосмоса, сочетание материи, энергии, информации, энергетическая структура человека в традиционной китайской медицине и система чакр, и совмещение этих двух систем. Текущий год, он всегда связан с седьмой чакрой. И в зависимости от дня рождения, месяца рождения и часа рождения, есть превалирующие энергии и превалирующие чакры. Эта методика еще называется поток энергии. То есть, энергия сконцентрируется в каких-то узлах, центрах, каналах, меридианах. И эти центры всегда влияют на жизнь человека, как он общается с окружающими, как развивается его состояние здоровья и многие-многие другие моменты. И, соответственно, на все эти каналы, меридианы, энергетические центры традиционно воздействуют либо иглоукалыванием, либо прижиганием, то есть, прогреванием биологических активных точек. Ну, в основном, так скажем, прибор рассчитан на европейскую часть населения, и многие европейцы побаиваются как иглоукалывание, так и прижигание. Но если пройдет первый, так скажем, шок от этого воздействия, людям начинает это нравиться. Но в нашей компании существует чудесный прибор, который объединяет в себе одновременно как воздействие иголкой на точке, так и прогревание. То есть, все вы наверняка знаете о ведолазере. Он объединяет в себе несколько типов воздействия. Это лазерное излучение, микроэлектрофорез ионов серебра и акупунктуру. В настоящее время в китайской медицине лазерный спектр достаточно изучен. И изучен спектр также традиционной полынной сигары. И оказалось, что по спектральному значению эти два фактора равны. И поэтому мы можем сочетать одновременно и воздействие на точку физическую и световое воздействие. То есть, в настоящее время удалось объединить это два типа воздействия в один. И сделать определенные алгоритмы воздействия на точку. Но надо учесть, что лазеротерапия, она очень мощная, оказывает воздействие на энергетику человека и на его материальные структуры. И это воздействие реализуется через кровь. И поэтому существуют определенные противопоказания. Они все относятся к общим противопоказаниям по физиотерапии. И я их сейчас вам озвучу. То есть, в первую очередь, данные методики не подойдут для лечения и даже для параллельного воздействия при злокачественных новообразованиях, при заболеваниях системы крови, при резком истощении больного кахексии. Ну, такое редко можно увидеть, но вы должны об этом знать. При гипертонической болезни третьей стадии, при выраженном атеросклерозе сосудов головного мозга, других заболеваниях в стадии декомпенсации, при наклонности, либо наличии кровотечения. Также не рекомендуется воздействие лазером, когда человек находится в тяжелом состоянии. Оно включает в себя очень часто повышение температуры после 38 градусов, хотя вы увидите в наших рецептах, есть специальные рецепты, например, при острых респираторных заболеваниях. Там есть жаропонижающие точки, это учитывается. Также противопоказано при туберкулезе, эпилепсии с частыми припадками, наличие вообще судорожных припадков, либо психомоторное возбуждение, беременность, доброкачественные опухоли женских половых органов. И очень редко, но бывает, индивидуальная непереносимость лазера как фактора. В остальных вариантах, соответственно, этот аппарат очень подходит для воздействия при многих-многих нозологиях. И сейчас вы видите первый скриншот из нового модуля. Новый модуль можно использовать как справочный материал, то есть в нем заложены все основные каналы традиционной китайской медицины. Вы всегда можете выбрать необходимый канал и необходимую точку. При выборе канала помечается сразу первая точка. И вы видите общий ход канала. Также можно выбирать любую точку на канале. И модуль показывает детальное расположение этой точки. Все расположения даны по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Да. Да. Я вискаю. Я тут больше не знаю, что сказать. Я вискаю. Ну, тут мне сообщают, что идет задержка видео почему-то по сравнению с тем, что я говорю. Ну, послушайте тогда, уважаемые слушатели, в аудио. Если видео дальше не появится, я думаю, мы вам просто вышлем презентацию. И тогда сможете прослушать еще раз уже, ну, или просто просмотреть презентацию. То есть этот технический момент, ну, пока мы в настоящий момент не можем исправить. Все точки даны по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Представлено название на китайском языке, перевод данной точки. И транскрипция международная, европейская, англоязычная. И еще французская номенклатура. Она представлена ввиду того, что большинство рефлексотерапевтов в России учатся в французской школе. И большинство современных книг написано, и справочники используют именно французскую номенклатуру. Когда появилось Всемирное общество рефлексотерапевтов, первая номенклатура была именно французская. В настоящий момент действующая англоязычная. Кроме справочного материала, что самое ценное, модуль рефлексотерапия – это очень мощный инструмент для воздействия при различных нозологических формах. Наш системно-нозологический фильтр содержит 16 нозологических групп, и в нем объединено 162 заболевания. Вы всегда можете выбрать группу. На данном слайде представлено заболевание сердечно-сосудистой системы. Выбираем необходимую патологию. Здесь представлена гипертония. И появляется акупунктурный рецепт, который рекомендуется на 4 дня. И расписано по дням применения. Первый день и в каждый день дается по 2 процедуры. Первая процедура и первая рецептура, она связана с воздействием на биоритмологический момент. То есть, учитывает влияние на ДОШИ и на каналы, находящиеся в избытке, либо в недостатке. И для каждой процедуры указано время воздействия, когда этот рецепт будет наиболее активным. Но, как вы все наверняка знаете, некоторые каналы и время активности ДОШ, оно попадает в том числе и на ночное время. Не каждому пациенту захочется специально для нашего воздействия просыпаться. Что же делать в этом случае? Для этого используется так называемый метод суботерапии. То есть, пациент перед тем, как лечь спать, он наклеивает зернышки на лейкопластыре. На данные биологически активные точки. И, соответственно, точки, они начинают работать в определенный момент времени. И вот это зернышко, которое оказывает небольшое раздражающее действие, оно включает в работу нужные нам точки в момент биоритмологической активности. И таким образом можно оказывать воздействие, когда человек спит, либо когда он даже в течение дня, например, у него встреча, мы ему прописываем на это время рецептуру. Он за час, либо за удобное время приклеивает себе определенные точки и спокойно занимается своими делами. Ну, конечно, это такой компромиссный вариант. Лучше пользоваться профессиональным прибором и получать необходимое воздействие. Рассмотрим другой вариант. Здесь представлены заболевания репродуктивной системы и такая нозология, как предминструальный синдром. Соответственно, на каждый рецепт выдается энергетическое описание. В данном случае рецептура первого дня устраняет застой крови и энергии. И в некоторых случаях даются определенные примечания. То есть, когда это лучше делать. Работать с болезненными месячными лучше начинать за 5 дней до предполагаемого начала. И так как происходит устранение застоя крови и энергии, то есть, кровоток улучшается, то сами месячными могут начаться на день, либо чуть меньше раньше и быть обильными. То есть, вот эти все предупреждающие моменты реализованы в модуле рефлексотерапии. И вам просто надо будет довести это до пациента. Сделать это просто, потому что в модуле вложена система распечатки. То есть, вы выбираете необходимую группу заболеваний, необходимую патологию. И нажимаете на кнопочку распечатать. И отдаете пациенту полное руководство, расписанное по процедурам, по точкам, с картинками. Также обращаю ваше внимание, что в модуле рецептура меняется в зависимости от превалирования той или иной ДОШ. Специально выведено для вас несколько скриншотов. Первый вариант при превалировании ДОШ и ПИТТА. Второй вариант при превалировании ДОШ и ВАТТА. И в зависимости от конкретной ДОШ, рецепт выдается на разное количество дней. Потому что вы наверняка знаете, что каждая ДОШ реагирует по-разному на воздействие. Для какой-то конституции требуется более сильное воздействие. Для какой-то конституции требуется более длительное воздействие. Эти моменты вместе с биоритмологическими компонентами учитывает наш модуль. Первая процедура основана на биоритмологии. Вторая процедура, как вы видите на представленном слайде, она одинаковая. То есть эти точки взяты из практики рефлексотерапии. Ну и соответственно я более 10 лет занимаюсь непосредственно и практической рефлексотерапией, и преподаванием рефлексотерапии для врачей и студентов медицинского вуза. Так что вот этими знаниями, вместе со знаниями аюрведы, с которыми мы их согласовали вместе с Олегом Викторовичем, удалось реализовать в нашем модуле рефлексотерапии. Сейчас вы можете написать свои вопросы по данному выступлению в чате. Я перейду в другую вкладку и постараюсь ответить на ваши вопросы. Ну вот вижу от Алены Суховой. А какие зерна? Для более интенсивного воздействия используются зерна гречихи. Для менее интенсивного воздействия можно использовать зерны пшена. То есть, когда у вас будет модуль рефлексотерапии, там будут подробные описания, как сделать это воздействие и про зерна. Раиса Михайловна хочет послушать дальше. Но основное по модулю у меня информация закончена. Еще у кого-то вопросы, может быть, есть? Если у вас появятся в дальнейшем вопросы, то всегда можете передать их в службу поддержки. И наша служба поддержки ответит вам на них. Если будут какие-то специфические вопросы, то я с удовольствием отвечу на них сам. Так, вот Алена Сухова спрашивает, интересуется продолжением. Да, продолжение, конечно, будет. И, соответственно, информацию о следующих вебинарах вам придет на электронную почту. Следите. Уже тематика первого вебинара находится на этапах согласования. То есть, осталось немного. Темы намечены. Ну, все зависит от вашего желания слушать эти темы. И пишите в службу поддержки, что вас больше всего интересует. По заболеваниям, по методикам точечного, либо какого-то, например, комплексного воздействия, либо воздействия по биологически активным зонам. Мы попытаемся все эти моменты рассказать вам в серии вебинаров. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok